В эфире информационная программа «Панорама Севера» в студии Елены Гончарова. Здравствуйте! Северное морское пароходство В годы Великой Отечественной войны флот Архангельского пароходства принимал участие в конвойных операциях на Северном морском театре военных действий. Тогда флот потерял 13 судов. День Великой Победы – сокровенный праздник не только для ветеранов, но и для всех сотрудников СМП. Праздник 9 мая – это обязательно. Каждый год, из года в год мы производим вот это мероприятие. И будем до тех пор праздновать, пока будет хотя бы один ветеран войны. Поздравил ветеранов СМП с наступающим 9 мая и мэр Архангельска Виктор Павленко. «Я с удовольствием вас поздравляю с наступающим праздником. Действительно, 69 лет назад наступил этот святой день, день Победы. Но в памяти не стираются подвиг миллионов наших соотечественников, в том числе наших земляков». Ветераны, свидетели и участники великих трагических событий истории. Они хранители глубочайшей мудрости, силы воли и непреломленной годами крепости духа. Каждому из этих людей есть чем гордиться. «Я закончил войну не 9 мая, день Победы, а 12 мая. Дело в том, что немцы стремились отойти к территории, которая отводилась с американцами. И вот они упорно прорывались. Среди них были и власовцы. Но у нас задача была упорно не допустить, чтобы они прорывались с ним. Мы свою задачу выполнили 12 мая». Город воинской славы Архангельск всегда помнит о тех, кто принес ему это великое звание. В память о нашей истории, в честь ветеранов войны, завтра, 9 мая в 12 часов на площади мира города Архангельска состоится парад Великой Победы. Сегодня в столице Поморья вспоминали о подвиге фронтовых летчиках. В память о войнах 518-го Берлинского авиационного полка ПВО в поселке Талаги прошел торжественный митинг. Слово Алексею Каримскому. Под крылом самолета о чем-то поют ребята из 12-й школы. Поют и читают стихи о том, что им, к счастью, не довелось пережить о войне. Еще тогда нас не было на свете, когда салют гремел из края в край. Сегодня школьники бок о бок со старшим поколением жителей поселка Талаги, ветеранами и тружениками тыла вышли на митинг памяти. 14-й год подряд его проводят у истребителя МиГ-31, монумента славы 518-го Берлинского авиационного полка ПВО, который базировался в Архангельске. Очень важно, что этот самолет, наверное, является не только символом боевой славы наших ветеранов, но и является таким мостиком поколений. Я поздравляю вас с наступающим праздником Днем Великой Победы. Всем добра, здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над нашей Россией. С праздником! Летчики 518-го полка били фашистов в небе над Кубанью, участвовали в сражениях на Курской дуге, штурмовали столицу Германии, обеспечивали безопасность Потсдамской мирной конференции. За освобождение польского города Родома полк был награжден орденом Суворова третьей степени. Сегодня в Архангельске нет тех, кто рассказал бы об этих подвигах от первого лица. Зато есть люди, которые чтут их память. И таких людей все больше. Это просто уважение к тем людям, которые воевали за нас, которые погибли за нас, которые нам жизнь дали. Мы здесь все, по сути дела, дети и внуки летчиков. А наши прадеды защищали небо над нашей головой. Если надо, я тоже буду летчиком и буду защищать нашу Родину. История 518-го берлинского полка отражена на стендах Музея авиации Севера. В его значении для патриотического воспитания молодежи убедился и мэр Архангельска Виктор Павленко. Участники митинга пригласили его на экскурсию. С каждым годом, вы знаете, это очень здорово. Не только школьников, но и взрослых людей приходится все больше и больше прикоснуться к этой действительно великой славе наших отцов и дедов. Есть преемственность в поколении, значит, есть Россия, есть будущее у России. В годы Великой Отечественной войны на корпусах истребителей 518-го берлинского полка угрозой агрессором горели красные звезды по числу сбитых самолетов врага. Сегодня в память о наших летчиках-героях к шасси МИГа легли красные гвоздики. Для мэра города воинской славы Архангельска Виктора Павленко День Победы – особый праздник. Свои поздравления с 69-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне городоначальник адресовал горожанам. Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, фронтовики, труженики тыла, уважаемые жители города воинской славы, сердечно поздравляю вас с Днем Победы. Вот уже 69 лет прошло с того незабываемого Победного дня, но не стирается память о великом подвиге миллионов людей, доблестных защитников Родины. В эти дни мы вспоминаем погибшим и чествуем ныне живущих всех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны, всех, кто внес свой вклад в Победу, самоотверженно трудом, в тылу, кто восстанавливал страну из пепла и руин в послевоенные годы. Для Архангельска, города воинской славы, этот праздник имеет особое значение. Невозможно переоценить вклад нашего города в Великую Победу. Архангельс по праву гордится подвигами своих жителей. Наша общая задача сделать все, чтобы не прервался мостик памяти, сохраняя в сердцах нынешних и будущих поколений благодарность и уважение к ветеранам за мир раннего над нашей Россией. В этот день от души желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия. С праздником, с Днем Великой Победы! Сегодня в Архангельске возводятся сразу два микрорайона для расселения людей из ветхого и аварийного жилья. Один из них в Цегламенском округе, где в новых квартирах нуждаются жители 800 домов. Как убедились специалисты фонда реформирования ЖКХ, в федеральной программе которого участвует Архангельск, подготовительные работы на объекте завершены, проведены динамические испытания. Проект направлен на госэкспертизу. В две очереди 26 домов. В первую очередь 13 блок-секций. Это первый этап реализации программы. И остальное мы делаем на перспективу. Продолжают муниципалитеты освоение земельного участка на улице Конзихинской, что в Северном округе. В прошлом году здесь были построены три жилых дома. Новые квартиры получили жители шести аварийных деревяшек. Сегодня фундамент для строительства второй очереди домов практически готов. По завершению работ начнется сборка конструкций трех секций домов, сдать которые подрядчик планирует этим летом. Но строительство микрорайона на улице Конзихинской шестью домами не ограничится. Мэрия Архангельска вышла на постоянное и конструктивное взаимодействие с фондом реформирования ЖКХ. Например, на возведение 13 домов в Цыгламине из федерального бюджета город получил 431 миллион рублей. Безусловно, проблем в решении жилищного вопроса у муниципалитета хватает. Задают вопрос, почему город строит не выше трех этажей, то есть малоэтажное строительство. Мы понимаем, что у нас проблемы с опреборем, с соблюдением условий по энергосбережению. По теплу, по электроэнергию мы эти условия требования выполнили. То есть мы порог 70% перешли. А по водоснабжению у нас только, ну не знаю, там около 20%. А в выделении городу субсидий на установку общедомовых счётчиков региональное правительство отказало. Не утешает такая ситуация и фонд реформирования ЖКХ. Всё больше и больше перекладывания ответственности на муниципалитеты, на управляющие компании, на собственников жилья. Поэтому обратного хода, наверное, на уровне государства не будет. Несмотря на все сложности, мэрия города выделила 270 миллионов рублей на инженерные сети, чтобы уже в этом году построить дома в Северном и Цегламенском округах. Всего в городе Архангельске нужно расселить около 150 тысяч квадратных метров жилья. Из них больше половины до 2017 года. За несколько лет, благодаря сотрудничеству муниципалитета с фондом реформирования ЖКХ, жилищные условия улучшили более тысячи семей. И сотрудничество это будет продолжено. Более 200 проектов в сфере молодёжной политики сегодня воплощаются в жизнь на территории Архангельской области. В ближайшие коснётся Дома молодёжи. В социальных сетях была представлена концепция его реконструкции, а накануне состоялось её общественное обсуждение. На суд тех, кому от 10 до 30 лет концепцию реконструкции областного дома для творческих и инициативных представило региональное министерство по делам молодёжи и спорту. В этом проекте оно собирается задействовать механизм государственно-частного партнёрства, то есть помимо бюджетных средств, привлечь и инвестиции. Мы видим здесь три части. Это киноконцертная с сохранением большого зала, где могут быть проведены самые большие яркие областные события. Здесь должен появиться спортивно-оздоровительный сектор для новых, модных, современных видов спорта, актуальных для молодёжи. Затем здесь должна появиться зона, где можно просто пообщаться, побыть наедине с собой или, наоборот, провести для молодой семьи время с ребёнком. Блоки условно разграничены. А вот чем они должны быть наполнены конкретно, решает сама молодёжь. На просторах социальных сетей были опубликованы предложения, вплоть до организации бассейна. На встрече с инициаторами масштабной переделки юноши и девушки высказывали более реалистичные пожелания. Для нас, молодежного правительства Архангской области, было бы целесообразно разместить в доме молодёжи зал для проведения видеоконференции совещаний, потому что на сегодняшний день это очень востребовано. Мы очень часто проводим видеоконференции совещания с муниципальными образованиями, с субъектами Российской Федерации по различным планам, мероприятиям, проектам, которые реализуются на территориях для обмена опытом. Председатель молодёжного землячества Лешуконского района Виктория Парфёнова сама работает в доме молодёжи. Его структуру и возможности знает хорошо, равно как и проблемы, с которыми сталкиваются ребята из районов, приезжающие на различные мероприятия в Архангельск. Гостиницы достаточно дорогие для молодёжных представителей, а направляющая сторона, в частности, бюджеты муниципальных поселений не всегда могут оплатить. И поэтому ребята зачастую из-за этого только лишь не приезжают. Поэтому если у нас в областном доме молодёжи будет хостел на какие-то четырёхместные, может быть, номера шестиместные, за нормальную цену для молодёжи, это будет очень здорово. Все озвученные в ходе обсуждения идеи будут учтены при проектировании обновлённого здания Дома молодёжи, а также при обозначении жёстких условий для инвесторов. Алексей Карельский, Руслан Симушин, Панорама Севера. Поговорили по душам, узнали много интересного о северной кухне и научились печь. Сотрудники общественной организации Всероссийское общество инвалидов провели для ребят из детских домов кулинарный мастер-класс. Опытным мастерицам есть чему научить молодое поколение. В прошлом году организация Всероссийское общество инвалидов на Водвинске стали финалистами областной программы социальных проектов. Проект, с которым выступили наши женщины, назывался «Марья искусница». Его цель – дать возможность людям с ограниченными возможностями стать востребованными, показать свои навыки, умения и мастерство в кулинарии. Получив высокую оценку от жюри, общественная организация начала проводить мастер-классы. Сегодня у нас мероприятие направлено на детей, которые обучаются и живут в детском интернате города Новодвинска. У них тоже есть проблемы здоровья. Ну и, вы знаете, они немножечко, нам, как кажется, обделены той теплотой, вот этой душевностью, домашней душевностью. И вот наши женщины решили этим мероприятием, изготовлением калиток, сегодня показать и рассказать, как делаются калитки, и, может быть, какое-то свое тепло, такое вот домашнее тепло дать, подарить детям. Участники мастер-класса рассказали ребятам о традициях северного края, а именно о поморской кухне. Одна из забытых традиций северян – изготовление выпечки. Козули, журавлики, калитки пекли наши бабушки и прабабушки. Пекли на сале, сало было свиное. Затем, уже в 50-х годах, стали печь калитки на баргарине. За процессом изготовления выпечки ребята следили с пристальным вниманием, запоминали рецепт и с нетерпением ждали готовых калиток. А теперь беру вот так и делаю как бы чашечку. Посмотрите, какой класс сейчас. Всё оборудование, с помощью которого был организован мастер-класс, приобрели в рамках проекта. Это чудо-печь, сервис, блендер, термопод. Всё это в дальнейшем планируется использовать. В планах у общественной организации рассказывать о северной кухне молодым семьям города. А к Дню Победы, 8 мая, мастер-класс будет организован для ветеранов. Гостей ждут традиционные северные кулебяки и ягодные пироги. Продолжит выпуск новостной дайджест. Информация короткой строкой. Всего на улице города для уборки снега выведено более 50 единиц снегоуборочной техники, грейдеры, трактора с бульдозерными отвалами, погрузчики, самосвалы, машин для посыпки дорог, противолюдными реагентами. Вывоз снега проводится на набережной Северной Двины, проспект Троицкий, улица Воскресенская. Ведется работа по расчистке внутриквартальных проездов. Особое внимание уделено сейчас остановочным площадкам и пешеходным переходам. В связи с производством ремонтных работ на участке Орша-Минск 25 и 28 июня поезд дальнего следования по маршруту Архангельск-Минск временно отменяется. Подробную информацию о графике движения пассажирских поездов можно получить по телефону Единого информационного сервисного центра РЖД 8 800 775 400. Звонок из любой точки России бесплатный. 10 и 11 мая на базе физкультурно-оздоровительного комплекса Норд-Арена состоится первенство Северо-Запада, открытый чемпионат и первенство Поморье, а также Куба губернатора Архангельской области по спортивным танцам и Ламурские ритмы 2014. В списке участников более тысячи спортсменов. Это яркое и зажигательное зрелище можно будет наблюдать в прямом эфире телеканала ПС и на портале Правда Севера в окне Сетивизор. Трансляция начнется 10 мая в 17 часов. 17 и 18 мая на спортплощадке во дворе дома номер 116 в проспекту Никольский состоится чемпионат по мини-футболу среди дворовых команд «Соломбальский мяч. Весна побед». Турнир проходит при поддержке Министерства по делам молодежи и спорта Архангельской области, мэрии города Архангельска, предприятия Соломбальского округа. День Победы – самый почитаемый праздник для россиянина. Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы по-прежнему помним, какой ценой достался нашим отцам и дедам тот день. И каждый год отмечаем этот прекрасный и трагичный праздник вместе с ветеранами. И сегодня в опросе от Александра Гореловой прозвучат поздравления от Архангела Городцев ветеранам с Днем Победы. «Хочу поздравить всех ветеранов с праздником, с 9 маем, с Днем Победы. Хочу пожелать долгой жизни, тепла, побольше улыбок, радости в вашей жизни, чтобы все у вас было хорошо и сопутствовало всегда удачам. У меня у самого прадед воевал, но уже, правда, его нету в живых. Поэтому я очень хочу поздравить всех ветеранов с праздником Победы». «Всем здоровья, счастья, пускай дальше такими же будут бодренькими и хорошенькими. Пускай они здравствуют». «У меня мама была в блокадную, с 1941 по 1943 была в Архангельске. Она очень много вспоминала про это время. Ветеранам желаю крепкого здоровья, чтобы они еще жили, жили и радовались». «Егор Андреевич, от души поздравляю вас с Днем Победы, 9 мая. Здоровья вам и всего-всего хорошего». «Можно сказать, великий праздник. Для меня он буквально чуть ли не на первом месте стоит. Мой прадедушка был на войне и был героем, к сожалению, без вести пропал. Поэтому я желаю всем вам здоровья, счастья, чтобы вы подольше прожили. И спасибо вам огромное за все». Сегодня в Поморье живет 1435 ветеранов войны, которые участвовали в боевых операциях. Кроме того, у нас проживает 17 тысяч тружеников тыла. Чем живут сейчас ветераны и в какой помощи нуждаются? Об этом мы спросим нашего сегодняшнего гостя, председателя Городского совета ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Юрия Алексеевича Кудрова. Юрий Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, в вашу организацию обращаются ветераны? Да. И чем вы им помогаете? Ну, я хочу отметить, что, к сожалению, наибольшее количество обращений связано с улучшением жилищных условий. И если участники войны, как бы этот вопрос почти все решили, осталось совсем немного, и то сейчас после получения квартир на Ленинградском все участники войны будут, у всех будут улучшены жилищные условия, то вот ветераны, то есть труженики тыла, к сожалению, нередко обращаются к нам по этому вопросу с просьбой или разъяснить что-то, или оказать какую-то поддержку. Но я сразу хочу сказать, что по этому вопросу мы все решаем проблемы с Ириной Васильевной Орловой, заммэра по социальным вопросам. Она, как правило, берет эти проблемы на свой контроль, и если есть возможность, то помогает в чем-то, если нет, то, по крайней мере, подробно объясняет, в чем причина отсутствия возможности решить ту или иную проблему. А из участника войны, кстати, вот я сейчас просто вспомнил, что вот и сейчас у нас мы оказываем поддержку. Приехал один участник войны из Киева, активный очень участник, он воевал за освобождение Севастополя, и вот у него стала проблема с квартирой. А у другой, участница Великой Отечественной войны, который вот сейчас будет 95 лет, у него родился третий правнук, тоже проблема с жилищными условиями. Вот я об этих вопросах сообщил Ирине Васильевне, она лично с ними будет встречаться, лично с ними будет решать эту проблему. А скажите, чем вообще занимается городской совет ветеранов? Ну, городской совет ветеранов вот и решает две основные задачи, если можно сказать, в общем. Это прежде всего оказание какой-то социальной поддержки, то есть поддержки в решении социальных вопросов тем, кто к нам обращается, не только ветераны войны, но и пенсионеры. И основной блок – это проведение работы по патриотическому воспитанию молодежи. Это очень большой блок, охватывающий самые широкие слои, так скажем, учащихся и рабочей молодежи в городе. В ней задействованы и сотни ветеранов, и десятки тысяч школьников, и десятки тысяч представителей других учебных заведений. А завтра Великий день, День Победы, 9 мая. Как вы будете встречать этот праздник? Ну, я лично сам, безусловно, буду с утра находиться вместе с ветеранами на площади у Вечного огня, буду принимать участие в митинге, буду поздравлять всех ветеранов, которые там есть. Я многих знаю, многие меня знают лично. Ну и постараюсь побывать с ними на полевой кухне, побывать у танкового дома офицеров. Так что до обеда буду все время с ветеранами стараться. Юрий Алексеевич, от лица городского совета ветеранов вы можете поздравить всех с наступающим праздником. Уважаемые архангелогородцы, прежде всего участники войны ветераны, тыла, искренне от городского совета ветеранов поздравляю вас с наступающим днем 69-й годовщины Великой Победы над фашистской Германией. Желаю вам здоровья, благополучия, тепла и уюта в ваших домах. Спасибо вам за то, что вы все для нас сделали. Юрий Алексеевич, мы поздравляем вас с Днем Победы наступающей. И желаю вам всего доброго. Спасибо. У нас в студии был председатель городского совета ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Юрий Алексеевич Кудров. Концерт к Дню Победы. Сегодня в Архангельском городском культурном центре заслуженной артисткой России Алла Сумарокова представила на суд зрителей свой новый студийный альбом «Архангельск. Город воинской славы». Свой шестой студийный альбом Алла Сумарокова создавала с особым настроением. Патриотическая тема требовала особого внимания к каждой детали. Наш Архангельск заслуженно имя несет, он теперь и поэт воинской славы. Город наш заслужил себе вечный почет за спасение великой державы. 14 песенных историй о воинской славе Архангельска сочинили Сергей Григорьев, Александр Качаев и братья Виктор и Владимир Свиден. Сегодня артистка исполнила песни и об архангельских моряках, и о древней Соломбале, и о юнгах Северного флота. Конечно, особое посвящение ветеранам Великой Отечественной. С предложением создать патриотический альбом к Алле Сумароковой обратился мэр Архангельска Виктор Павленко. Благодаря Виктору Николаевичу Павленко родился этот новый альбом. Родились эти новые песни по его просьбе. Не остался равнодушным. Вложили сердца, души свои, и я, и музыканты, и авторы, и, конечно же, сам Виктор Николаевич Павленко. Очень было интересно работать над этим альбомом. Непростая работа, но она настолько захватила меня. А уже завтра в час дня у стылы город воинской славы Алла Сумарокова примет участие во встрече друзей. Так называется концертная программа для ветеранов на полевой кухне. 9 мая круглосуточный городской телеканал ПС посвятит свой эфир 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В полдень в 12 часов мы начинаем прямую трансляцию митинга памяти с площади мира у вечного огня «Никто не забыт и ничто не забыто». В 13.00 прямое включение с улиц города. Торжественным маршем пройдут войска Архангельского гарнизона и участники Бессмертного полка. В 14 часов смотрите прямую трансляцию праздничного концерта «Но помнит мир спасенный» с участием Северного русского народного хора. Затем в 22.00 молодежная программа «Мы дети твои победа». И в 23 часа впервые в прямом эфире вы увидите, как небо Архангельска раскрасит победный праздничный салют. Встречайте победу с телеканалом ПС. Победные ноты сегодня присутствуют и в новостях спорта. В Париже завершился международный турнир по джиу-джитсу «Париж Open 2014». В составе сборной России выступала архангелогородка Александра Иванова. В весовой категории до 70 килограммов наша спортсменка завоевала бронзовую медаль. У спортсменов выходные своя богатая на события праздничная программа. Завтра, 9 мая, ровно в 9 с площади Терехина стартует 69-й традиционный легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы. 10 и 11 мая на базе спортивного комплекса «Норд-Арена» пройдет турнир по спортивным бальным танцам «Беломорские ритмы». А в воскресенье на стадионе «Труд» дворовые команды покажут технику и мастерство игры в футбол. Начало встреч с 10 утра. В заключении выпуска информация о курсе валют. По данным Центробанка на 9 мая, доллар США 35 рублей 3 копейки, евро 48 рублей 76 копеек. Погода в этом году преподнесла немало сюрпризов. От обилия снега май в нашем регионе скорее напоминает февраль. В пору любить снежную бабу. Такого снегопада давно не помнят здешние места. Сугробы в мае даже в нашей области большая редкость. В пору играть в снежки или пить снеговиков. Так, у кого маленький комочек? Температура воздуха, согласно прогнозам, в первой декаде месяца будет на 1-2 градуса ниже нормы. А весь май плюс 4, плюс 9. Это норма. Постепенное повышение температуры воздуха можно ожидать лишь после 10 мая, отметили в Северном УГМС. А наши снеговики простоят еще пару дней. Это была информационная программа «Панорама Севера» в студии работ Лилия Гончарова. О погоде в выходные расскажет Юнис. А я прощаюсь с вами до понедельника и поздравляю всех с наступающим Днем Победы. День Победы В Плесецке также пасмурно и температура воздуха плюс 2, возможен дождь. В Вельске плюс 9, дождливо и пасмурно. Ну и что же у нас в Архангельске? С утра плюс 2, сильный ветер, малооблачно, днем воздух прогреется до плюс 4, пасмурно. И вечером облачно и температура воздуха опустится до плюс 1. Вьется пыль под сапогами, лесами, полями. А вокруг бушует пламя, да пули свистят. С Днем Победы! До встречи на телеканале ПС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин